Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художника Сэр Фрэнк Бернат Дикси Английский художник и иллюстратор, известный по картинам, изображающим драматические, исторические и легендарные сцены Я пользуюсь Википедией, был известен своим портретами женщин из высшего света, которые помогли ему получить успех в обществе в свое время Хотя Фрэнк не был членом братства прерафаэлитов, многие его картины написаны в этом стиле Родился в Лондоне в 1853 году, отец Фрэнка Томас Дикси был известным художником, который учил рисованию с самого раннего возраста Как Фрэнка, так и его брата Герберта и сестру Маргарет Фрэнк поступил в Королевскую художескую академию в 1870 году и там достиг первых успехов Был избран в члены Королевской академии в 1891 и в 1924 стал ее президентом В 1921 году Дикси экспонировался на первой выставке Общества графического искусства в Лондоне Был посвящен в рыцаре в 1925 году и в 1927 получил от края Георга V королевский викторианский орден Надо сказать, что после окончания школы художник работал клерком в мастерской своего отца на полную ставку Пока не поступил в Королевскую академию художеств Получил серебряную медаль за выдающуюся работу антиквариат И вскоре после этого золотую медаль академии за свою работу Илья противостоит Ахау и Эзавелли в винограднике на Вуфее Многие из его работ были иллюстрациями, в том числе для некоторых журналов А также иллюстрации Крамео Джульетты и Отелло Он был художником, который стремился к идеалу и хотел запечатлеть красоту как качество на картинах На свое трудолюбие и неиссякаемую жажду знаний был посвящен в рыцаре в 1925 году Был мастером кисти Каждый штрих, каждая цветовая вариация были продуманы и вызывали в его картинах сильные эмоции Он создавал свои работы почти по старинке, защищаясь от новых течений модернизма Не всегда делал то, что от него ожидали его клиенты Но ему все же удавалось удивлять и убеждать их снова и снова Вот так написано в переводной википедии О английском художнике-иллюстраторе Сэри Фрэнки Бернанд Дикси Умер он в Лондоне в 1628 году Пока-пока, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин